Почему люди жуют жвачку? Чаще всего после еды, чтобы избавиться от остатков пищи и защититься от кариеса. Или перед важной встречей, чтобы освежить дыхание, например, перед свиданием. Но, друзья мои, оказывается, жителям больших городов можно и нужно есть жвачку по другим причинам. Например, ученые выяснили, что с ее помощью можно снизить проявление осенней хандры и построить головокружительную карьеру. Какая-то волшебная жвачка получается? Сейчас узнаю все подробности у нашего эксперта. Алина Будаковская, врач-диетолог, гастроэнтеролог. Алина, привет! Привет! Я решила пригласить тебя к себе в гости, к себе домой, в домик принцессы. Добро пожаловать! Я хотела с тобой поговорить про жвачку. Раньше говорили, что жвачку есть опасно, что она там как-то может даже чуть бы не до язвы желудка довести. А сейчас что? Сейчас на самом деле все то же самое, но все зависит от того, как долго ты эту жвачку жуешь. Вот, к примеру, если ты ее жуешь не более трех минут, то можно даже уменьшить аппетит. Получается, если я хочу есть, мне надо пожевать жвачку. И можно уже не есть? Можно в ближайшее время не есть. Дело в том, что когда мы начинаем жевать, в головной мозг поступает импульс о том, что мы начинаем употреблять пищу. Это некая обманка мозга. Мозг думает, что мы уже едим, и уже приходит некое насыщение. Чуть-чуть передержаться до приема реальной пищи вполне можно. А вот если я вот так буду обманывать свой желудок постоянно, ничего с ним плохого не случится? С ним случится плохое, если ты его обманула и потом действительно ничего не съела. Вот тогда будет плохо. А если потом действительно поесть, ну, ты перетерпела, передержала какие-то полчаса, добежала до магазина, либо разогрела себе пищу. Этого вполне достаточно. Но поесть после этого все-таки стоит. Скажи, а вот такой лайфхак, что жвачка будет немножечко снижать аппетит. Он может как-то нам помочь похудеть, например? Ну, вряд ли. Все зависит от того, что ты съешь потом. Если это будет огромный стейк, либо что-нибудь с майонезом, то жвачка здесь не поможет. Но поможет не сорваться? Это поможет не сорваться и поможет все-таки найти время для того, чтобы приготовить эту пищу. То есть, если вы на диете, чтобы не сорваться, пожуйте жвачку. Она поможет вам снизить аппетит и дать немножечко времени, чтобы вы успели приготовить что-нибудь полезное. Например, салат. Прекрасно. Так, какое еще у нее полезное свойство? Еще жвачка, как выяснилось, улучшает когнитивные функции. Она повышает концентрацию внимания, усиливает память. Американские ученые проверили исследования. Дали нескольким испытуемым из двух групп одним жвачку, другие были без жвачки. И они написали тест, обычный банальный тест на логику и мышление. Так вот, те, которые жевали жвачку, на 10% выполнили тест быстрее и качественнее. Фантастика. А почему? Дело в том, что когда мы жуем, у нас усиливается кровообращение. Не только в нижней челюсти, но вообще, в принципе, в верхних отделах тела. Поэтому происходит активный прилив крови к головному мозгу, а это обогащение кислородом. Как только кислород в головном мозге, мы лучше думаем, лучше концентрируемся, и внимание наше более высокое. А вот моя учительница всегда мне писала замечание в дневник, что я жую жвачку на уроке. Я все тогда еще знала. Вот почему я тогда написала контрольную по алгебре, но опять, хотя вообще ничего и по ней не знала. Еще что? И она помогает справиться с апатией и с сонливостью. И это тот же самый эффект улучшения кровообращения. У нас начинает активно работать мозг, и он подавляет выработку мелатонина, который вызывает сонливость и апатию. Особенно, если вы сидите в офисе, и у вас сдавленный воздух, очень мало кислорода, плохо проветриваемое помещение, либо плохо освещаемое помещение. Это поможет вам избавиться от сонливости, апатии и заснуть прямо на клавиатуре. Прекрасный лайфхак. Еще что? Еще можно вспомнить о том, как мы летаем на самолетах. Мы летаем путешествовать, и нам зачастую дают конфетку. Так вот, у жвачки тоже такой эффект. Мы жуем жвачку, вырабатывается большое количество слюны, сглатываем, и в этот момент происходит нормализация давления во внутреннем ухе. Это борьба с головокружениями и вообще нормализация работы вестибулярного аппарата. Поэтому беременные женщины, очень много подростков, которые страдают вегетативными нарушениями, им просто необходимо иногда пожевать жвачку. А вот есть детки, которых укачивают, например, в автомобилях, в автобусах. Им тоже поможет жвачка? Тоже поможет жвачка, но детям до того, когда у них поменяются полностью зубы, жвачку не рекомендуют. Вообще? Не стоит экспериментировать. Ну чуть-чуть, ну смотри, какая она веселая. Веселая, чудесная, да, я понимаю, это очень привлекает детей, отказать им сложно. Но на регулярной основе все-таки этот продукт не стоит употреблять. Дело в том, что эмаль зубов у детей очень слабая, они ломкие, а жвачка способствует разрежению этой эмали. И зубы просто могут развалиться. Ну, либо потерять те пломбы, которые там уже есть. Деткам можно пожевать что-то другое, не жвачку. Да, можно пожевать, ну, предположим, банановый чипс. Это очень полезно. Скажи, а вот многие используют жвачку, чтобы освежить дыхание. Сама жвачка может избавить от неприятного запаха или она только маскирует в моменте, пока ты жуешь? К сожалению, ни то, ни другое. Плохой запах во рту вызывают бактерии. Это просто результат их метаболизма. И если вы жуете жвачку, то плохому запаху изо рта прибавится еще и запах мяты, либо арбуза, или персика. Поэтому здесь надо обратиться к специалисту и избавиться от основной причины плохого запаха изо рта. И жвачка здесь не поможет, ну, совсем никак. Но жвачка поможет улучшить когнитивные функции и, как минимум, снизит аппетит. Это уже прекрасные новости. Алина, спасибо тебе большое. Рада была принять себя в своем голове. Спасибо. Будьте здоровы. Ешьте жвачку, когда сдаете экзамены. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!